МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А участие в мероприятиях примут более 5 тысяч человек. Екатеринбург не случайно стал местом проведения такого высокого собрания, ведь сегодня именно уральская столица задает тренды строительной отрасли всей страны. Вот я только что проехал по нескольким городам, но у меня, например, чувство удовлетворения от того, как выглядит Екатеринбург, и как мы развиваемся, оно есть. Есть специфика, связанная с высотной застройкой, где концентрация большого количества людей, большого количества машин. То есть здесь требуются специальные проработки, в том числе и с транспортным обеспечением, необходимое количество стоянок, необходимое количество объектов, инфраструктуры, обеспечивающей деятельность этих комплексов. То есть сегодня наши застройщики эти проблемы решают комплексно. Значит, может быть, не всегда это хорошо получается, где-то недопросчитывают. Здесь должна быть более принципиальная и власть, то есть положено определенное количество парковок. Значит, надо, чтобы было построено именно такое количество парковок, чтобы никто с машинами, приехав в высотный комплекс, их по всему кварталу вокруг на улицах не расставлял. Это задача совместная. Но я должен отметить, что сегодня понимание того, что просто поставить штырь посреди города и не заниматься окружающей средой, сегодня такого понимания уже практически ни у кого из застройщиков нет. Все понимают, что вопрос комплексный и требования, которые мы, в общем, с 90-х годов предъявляли к застройщикам, это требования справедливые. Хотя в свое время нас пытались обвинять, что мы на застройщиков хотим повесить дополнительные нагрузки, что мы там бизнес обижаем. Мы бизнес не обижали. Мы просто действовали, исходя из интересов населения, потому что решение проблем высотных комплексов и проблем крупных жилых комплексов, это не только построить, это еще и создать соответствующую атмосферу. В том, что у Екатеринбурга действительно особая роль, сенатором Чернецким согласен и министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Мы поговорили с ним о тех инициативах из Екатеринбурга, которые часто становятся федеральными трендами. Бизнес заинтересован в том, чтобы были понятные правила, создавались на этапе начала строительства таких объектов, потому что рассчитать стоимость небоскреба на начальном этапе очень сложно, не имея каких-то отправных точек. Если эти точки уже обозначены, тогда можно бизнес-модель уже просчитывать. Очень интересное в прошлом году было обсуждение на этом форуме вопроса, как построить небоскреб и не разориться. Это одна из основных задач бизнеса, как можно построить уникальное здание и не перевложить в него средства с той целью, чтобы все-таки окупаемость этого здания была ощутима. Свердловская область, город Екатеринбург выступили здесь инициаторами с точки зрения начала обсуждения на площадке Российской Федерации вопросов уникального строительства с помощью каких-то нормативных документов, которые бы позволили не под каждое уникальное строительство разрабатывать свои уникальные требования, чтобы можно было хоть как-то и систематизировать, дать возможность застройщикам эту работу осуществлять комплексно на основе каких-то стандартов, а не под каждый объект конкретный пытаться создать свой стандарт. Вот поэтому в свое время город Екатеринбург выступил инициатором Центра развития компетенции в этом направлении в Российской Федерации. И эта инициатива была поддержана Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. И мы сегодня в тесном сообществе, в тесном содружестве с федеральными органами являемся как раз драйверами этого процесса. То есть мы на сегодня разрабатываем стандарты, разрабатываем нормативную документацию, которая позволит выходить на новый уровень проектирования и строительства таких объектов. Мы получили поддержку и в других регионах Российской Федерации, где высотное строительство еще только находится в зачаточной стадии. Вы знаете прекрасно, что за МКАДом на сегодня высотное строительство развивается достаточно неумело пока. Поэтому в ближайшее время путем создания каких-то стандартов, и не каких-то, вернее, а нормальных, хороших государственных стандартов, которые позволят проектировать уже не каждый отдельный объект под свои стандарты, а уже с каким-то нормативным сопровождением, то это даст возможность резко увеличить объем строительства многоэтажных высотных зданий и других уникальных, большепролетных в том числе зданий. Вот это как раз основная цель нашего сегодняшнего открытия выставки. Мы стоим на пути, в общем-то, достаточно серьезных изменений в строительстве, в архитектуре. Она связана с тем, что цифровая эра, она наступает везде и всюду, и в том числе и в строительстве, и в архитектуре, и, скорее всего, и в транспортных вещах. И мы понимаем, что многие вопросы, которые на сегодняшний день для нас кажутся нерешимыми, это транспортные вопросы, это вопросы доступности, это вопросы плотности застройки, они, в принципе, могут быть очень легко решены путем изменения вообще принципа осуществления этих функций. То есть, если функция транспорта перейдет в цифровую сферу, то мы от многих вопросов избавимся, и многое появится вновь. Это так же, как в свое время ставились прогнозы, что к середине 20 века Лондон будет по колено в навозе, значит, от того, что количество экипажей будет зашкаливать, но судьба распорядилась совершенно иначе, да, и мы понимаем, что это новый уровень был. То же самое нас сегодня ждет, это цифровая экономика, цифровое обеспечение всей инфраструктуры, скорее всего, что некоторые вещи, к которым мы сегодня привыкли, и в скором времени станут ненужными. Какие-то примеры от внедрения таких инноваций уже сегодня можно? Конечно, у нас в 2018 году планируется, что первые цифровые управляемые искусственным интеллектом объекты начнут функционировать. Это, в первую очередь, конечно, объекты транспорта. Это когда у нас появятся автоматически управляемые без водителя такси или другие средства массового передвижения по территории города. Это очень многие проблемы с ними относится. Мы продолжаем работу на форуме 100+. Антон Наточий, генеральный директор архитектурной мастерской Атриума, город Москва. Вы сейчас очень интересно рассказывали про то, как высотное строительство может решать те вызовы, которые на сегодня существуют, вызовы с транспортной инфраструктурой и так далее. Вот очень коротко, тезисно можете повторить? Коротко, тезисно. Высотное строительство и вообще объекты с высокой плотностью прежде всего могут и должны возникать в местах концентрации транспортной инфраструктуры. То есть, если есть удобные транспортные связи, в этом месте возникает повышенная плотность. Повышенная плотность не означает ухудшение качества жизни. То есть, масса примеров во всем мире, и эти примеры появляются у нас. Организация качественных общественно-городских пространств при условиях высокой плотности. Еще один важный тренд. То есть, небоскребостроение и повышение высотности – это однозначный тренд, который присутствует сегодня во всем мире. Соответственно, задача архитектора стоит, как качественно организовать эту высокую плотность. Одним из трендов здесь является размещение общественных функций на верхних этажах. То есть, развитие концепции вертикального города, когда связи организуются не только в уровне земли, на уровне пешехода, но и создаются некие общественные пространства, создаются общественные функции на высоких этажах. То есть, любой посетитель города, любой гость города может приехать и посетить это место, и получить как бы уникальное качественное переживание, взгляд на город с другой точки зрения, так сказать, плюс... Ну, то есть, это однозначный тренд, который присутствует сейчас во всем мире. То есть, какие-то мосты между... Вышел ты на 35-м и пошел, значит... Вот, в нашем высотном комплексе, который мы проектируем в Москве, нескучный хоман-спа, значит, у нас на уровне 35-го, 40-го этажа располагается спа-комплекс. То есть, представляете, люди купаются в бассейне и видят, так сказать, панораму города, да. И расположена культурная функция, культурный центр с рабочим названием «Новый авангард». То есть, это уникальное общественное пространство, которое может посетить каждый житель, каждый гость города, и который захочет обязательно посетить, потому что это просто уникальный взгляд, уникальные новые качества. То есть, это уже не фантастика, это вот не где-то, а это реальность? Мы движемся в этом направлении, и оно, надеюсь, скоро материализуется, да. Что касается проблем с объектами и доступностью социальной сферы, вот эти проблемы как решаются? Ну, существует жесткая нормативная база обеспеченности социальными объектами, так сказать, это производятся расчеты определенные по социальным потребностям того или иного объекта, в частности, в нашем комплексе предусмотрен встроенный-пристроенный детский сад с игровыми площадками, так сказать, дворовые территории, со всей полной инфраструктурой. То есть, это и спорты, детские площадки, и площадки для взрослых, пешеходные маршруты, уникальные ландшафты и так далее. Ну, условно, каждая тысяча квадратного метра жилья должна быть подкреплена каким-то... Конечно, да, да, да. Место в детском саду, в школе, в поликлинике и так далее. В Москве здесь все очень четко, так сказать, есть расчеты, и девелоперы это воспринимают как данность, и все это делается. Екатеринбург вообще на карте страны в плане высотного строительства. Вот вы как-то про наше высотное строительство что-то знаете или нет? Потому что мы-то тут думаем, что у нас все это достаточно на широкую ногу поставлено, и, в общем-то, хорошо все функционирует и работает. Ну, я знаю, что вы столица высотного строительства, или, по крайней мере, себя заявили так. Вот, и это, на самом деле, очень хорошо. На мой взгляд, это большой плюс, потому что весь мир сегодня ушел от экстенсивного развития городов и развивает концепцию интенсивного города, да, когда короткие связи, это дает меньшую нагрузку как раз на развитие инженерной инфраструктуры, на развитие транспортной инфраструктуры, меньше требует, так сказать, вложений в эту сферу, и плюс создает более активные, насыщенные и, в общем, качественные городские именно пространства, да, потому что жизнь в городе – это не жизнь на природе, то есть у человека всегда есть выбор, какое качество жилья, так сказать, приобрести, и в каком пространстве он хочет жить. Большинство людей, современных, молодежь в особенности, я уверен, предпочла бы, как бы, жизнь в таком высокоплотном пространстве, потому что это, так сказать, удобство коммуникации, близость к инфраструктуре, так сказать, и особый стиль жизни. Но вот этот дефицит природы должны как-то архитекторы восполнять вот на уровне проектов и планов? Просто за счет продуманности, так сказать, и качества освоения территории, да, то есть большие расстояния между домами еще не значат наличие природы между ними, да, вот. Конечно, природа должна быть интегрирована в каждый проект, и это неотъемлемая часть восприятия качества архитектуры, да, качества пространства. Вот, ну, собственно, над этим мы, архитектурой, работаем. Антон Георгиевич, сегодня здесь еще одна большая такая проблема обсуждается и поднимается про сохранение архитектурного наследия. Когда мы говорим, ну, с одной стороны, что, понятно, города растут ввысь вверх, появляются новые высотные сооружения, но есть вот то наше архитектурное прошлое, и что с ним делать? На мой взгляд, и в мире здесь уже тоже достаточно однозначный тренд. Все города, в том числе и исторические, все крупные города, в том числе и исторические, европейские города, они уже сняли запреты на высотные ограничения. По сути дела, так сказать, безусловно, историческое наследие является качественным преимуществом каждого города, да, и его надо сохранять, но при этом город должен развиваться. И те примеры, которые мы видим, там, европейских городов, там, в Амфранкфурте, в Лондоне, в Париже, в Милане, так сказать, мы видим, что на фоне исторических зданий и исторических пространств возникают абсолютно новые, качественно другого уровня, я не говорю хуже или лучше, я говорю просто другие пространства, современные, которые сотворяют движение, так сказать, городов и, может быть, даже стран как бы в будущее, устремленность в будущее, так сказать, применяют новейшие тренды, и это создает очень правильный, на мой взгляд, контрапункт. Город от этого становится только богаче, в том числе исторический. Ну, это такой 100 плюс к городу вообще. Да, 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 то есть город становится разноплановым. Ценность города. Одно из специфик, как бы, почему люди выбирают город, город – это пространство возможностей и пространство разнообразия, да, ты можешь жить в исторической части, ты можешь жить в деловом квартале, там, с небоскребами, да, ты можешь жить на природе, ну, там, на границе с парком, ты можешь жить еще где-то. То есть это пространство возможностей, но прежде всего пространство активности и коммуникации. Поэтому город должен развиваться, и города будут расти ввысь, никуда не деться. Спасибо вам большое. Это был Антон Наточи, генеральный директор архитектурной мастерской «Атриум» в городе Москва. Здесь, на форуме высотного и уникального строительства, форум 100+, большое внимание уделяется вопросам развития объектов в социальной сфере. Какие вызовы, какие задачи развития строительства ставит перед социалкой? Вот об этом хочется спросить руководителя, председателя комитета по строительству, администрации Екатеринбурга Николая Сметанина. Николай Николаевич, вот про эту взаимосвязь стройка и социалка. Конечно же, если мы говорим о строительстве жилья, при высотном строительстве, то это плечет за собой необходимость развития социальной инфраструктуры в шаговой доступности к этим объектам. Какие плюсы здесь есть в высотном строительстве, если мы говорим не при уплотнении застройки, а, скажем, при тех же нормативах о численности населения на одну территорию? Что при высотном строительстве у нас более, ну, на одном и том же земельном участке, так, да, при одинаковой плотности населения, у нас появляется больше территорий, да, для людей, где они могут ходить, передвигаться, для их мобильности, ну и, соответственно, высвобождается некая территория, где мы можем создавать какие-то парковые зоны, где можем создавать пешеходные зоны широкого формата. То есть, если это высотный дом, то, прежде всего, это высокая плотность населения на один квадратный метр. Даже если мы не говорим, что там про уплотнение застройки, то представьте тот подъезд перед этим высотным доном, куда все люди выходят, да, то есть мы тогда начинаем говорить о более широких бульварах для пешего перемещения, вообще для мобильности горожан. И дальше по социальной инфраструктуре, то есть в шаговой доступности должны появляться объекты больше вместимости. Социально эти проблемы тоже нужно будет решать, и мы, как администрация города, тоже выходим с предложениями на федеральный уровень на изменение нормативов по социальным объектам. То есть варианты какие? Не везде возможно построить новую школу, но просто вот она не впишется туда. Реставрировать и как наращивать? Да, конечно же, уплотнение застройки, оно на самом деле очень такой острый, но, с другой стороны, интересный вопрос. Мы не говорим о развитии тогда дорог, мы говорим о развитии мобильности граждан, это доступ к общественному транспорту и доступ к социальной инфраструктуре, которая должна находиться в шаговой доступности. Общественный транспорт как должен реагировать на уплотнение застройки и на появление новых пассажиров? Должно увеличиваться количество маршрутов, вводиться новые? Ну, оптимальным решением в данном случае, конечно же, является высокоскоростной общественный транспорт. Ну, пока такое самое оптимальное решение, которое в мире было найдено, это метрополитен. Вот, и, конечно же, этот вопрос для города Екатеринбурга очень актуален, очень важен. Если мы будем говорить о высотном строительстве в центре Екатеринбурга, то нам нужно двигаться и в развитии подземного, внеуличного, общественного транспорта. Какие здесь есть преимущества? Это тот транспорт, который не занимает наземную территорию. Наземная территория максимально может использоваться для пешей доступности, для застройки, для развития, где люди могут чувствовать себя довольно комфортно. Но если им нужно в короткий промежуток времени попасть в какую-то другую точку города, то это тот вид транспорта, которым это можно сделать за тот период времени, на который человек рассчитан. То есть это гарантированный период времени. Вы не стоите в пробках, вы не ждете какой-то там очередности, нет факторов, которые влияют на ваше передвижение. Вы понимаете, сколько вам времени нужно на перемещение по мегаполису. Есть какие-то новости и подвижки про вторую ветку метра? Ну, к сожалению, пока нет, но мы рады слышать эти заявления от губернатора, что он тоже эту проблему понимает и, скажем, предлагает правительству области включиться в решение этой проблемы для Екатеринбурга и искать пути решения. Спасибо большое. Это был Николай Сметанин, председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга. Здесь, на международном форуме высотного и уникального строительства, форум 100+, работает много иностранных делегаций. Сегодня мы поговорили с экспертами из Китая и узнали, как умные решения помогают бороться с так называемым синдромом больного здания. В основном наше строительство и его экоустойчивость строятся на семи основных принципах. Первый принцип — это то, что более 90% элементов, которыми мы пользуемся в строительстве, предварительно изготовлены на фабриках и в мастерских. Второй основной принцип — энергоэффективность. Наше здание в пять раз более энергоэффективны, чем обычные. Третий принцип — решение проблемы больного здания, когда в помещении обеспечивается дополнительный приток свежего воздуха без лишних энергозатрат. Четвертый принцип — это то, что при землетрясениях наши здания очень сейсмоустойчивы, они выдерживают землетрясения до 9 баллов. И принцип безопасного строительства, то есть материалы, которые используются, очень долговечные, прочные, качественные и, соответственно, безопасные. А также седьмой принцип — это строительство вверх, то есть в приоритете вертикальное строительство. Инновационные решения в строительстве — одна из основных тем здесь, на форуме 100+. Мы разговариваем с Андреем Ивановым, директором проектирования объектов жилой и коммерческой недвижимости, группа компании «Спектрум». Андрей, здравствуйте. Умные решения. Что подразумевается вообще под этими словами, когда мы говорим про высотное или про уникальное строительство? Ну, если говорить про проектирование, то подобными решениями мы подразумеваем подходы к проектированию. То есть сейчас произошла такая революция, уже лет 5 назад во всем мире, где от плоскостных чертежей проектные компании переходят к 3D-моделированию, к созданию моделей зданий, уже начиная с самых ранних этапов проектирования до, собственно, реализации. Это позволяет существенно снизить расходы на принятие решений, на изменение решений, на увязку разделов между собой, архитектуры, конструктив, инженерных решений. То есть это фактически такая прогноз на ранних стадиях того, как это здание будет выглядеть и дает действительно положительный результат. Плюс бюджет, конечно, мы можем качественно оценить bill of quantity, так называемый стандарт, который позволяет нам считать затраты уже с самых ранних стадий и, соответственно, инвестору выдавать полный отчет по, соответственно, реализации проекта. Основные вызовы и задачи, которые строительный рынок, сама жизнь ставит перед архитекторами? Ну, безусловно, это принятие грамотных решений, адекватных решений, которые по цене и качеству должны быть сбалансированы и, ну, понятно, приносить прибыль потенциальному инвестору. Да, это и применение энергоэффективных материалов, это и правильное рациональное использование пространства, различное использование умных технологий, управление зданием, трансформируемые помещения. В общем, задач очень много, стараемся их решать, да, с применением современных технологий, именно проектированием, тех самых 3D-моделирования, плюс активно используем разные расчетные методики, расчетные программы, которые позволяют моделировать воздействие на здания, климатических нагрузок, сейсмических нагрузок, снег, ветер, соответственно, очень много решений, которые нужно учитывать и проектировать. Мы стараемся это сделать. Аэропорт, особенность этого объекта, я знаю, что ваша группа компаний работала в том числе с нашим аэропортом Кольцово, и за это большое спасибо, потому что мы все, пользователи, очень-очень гордимся, очень радуемся, когда приходите с воздушными воротами. Надо сказать, что Кольцово был один из первых наших аэропортов, в котором проектировали сейчас у нас порядка уже 9 по всей стране. Сложность как раз Кольцово была в том, что мы работали в рамках действующего предприятия, то есть это здание не в чистом поле, новое, как сейчас в основном все наши аэропорты, которые мы проектировали. А что в Саратове вы сейчас делаете? В Саратове, в Самаре уже построены, сейчас в Перми сдается, этой зимой должен полететь первый рейс, тоже наш проект. Там было немножко проще, потому что это здание в чистом поле, ты строишь его заново, ты можешь учитывать современные технологии, собственно, обслуживание пассажиров, строительство. В Кольцово было немножко сложнее, потому что это существующее здание, нам приходилось, условно, вписывать современные решения по технологии обслуживания в рамках существующего каркаса здания, но мы постарались сделать это максимально комфортно. Соответственно, большая благодарность руководителям самового предприятия, потому что без них мы действительно не справились, потому что вместе с ними мы проходили этот путь, и, собственно, дальше продолжаем с ними работать по другим нашим объектам. В жилой недвижимости основные тенденции и тренды, которые на сегодня уже явно проявились, можно о них говорить? Да, ну вот, кстати, по поводу жилой недвижимости, мы сейчас попали в число финалистов конкурса по реновации, который проходит в Москве вместе с нашими коллегами французскими из компании «Арэп». Мы разрабатываем новую концепцию для района Кузьминки. Если говорить о трендах, то, наверное, это, скажем так, квартальная застройка, не высокой этажности, потому что последняя тенденция говорит о том, что этажность более комфортная для проживания людей, она там где-то 8-10 этажей, с локальными башнями, там до 22-25 этажей, там где это необходимо по полутосным характеристикам. Создание такой комфортной среды за счет правильной организации дорожного движения, бульвары, очень много зелени, общественных пространств, детские сады, социальные инфраструктура, коммерческие помещения на первых этажах зданий, паркинги, ну, в общем, такие современные тенденции, которые мы пытаемся сейчас внедрить. Если касаясь Москвы и реноваться, то для нас, наверное, основной идеей это сохранить зеленого каркаса зданий, потому что за вот эти пятиэтажные застройки, которые выполняли на тот момент определенную функцию, сейчас, естественно, она уже не, скажем так, не является той, в которой хотели бы жить люди, но они сохранили вот эти 50-летние деревья, то есть все, что во дворах, вот эти деревья мы стараемся максимально сократить и вот, собственно, посадить, условно, в те же площади застройки, которые были от пятиэтажек, внедрить более современную архитектуру с новыми подходами в этом зеленом каркасе общественных пространств. А что касается общественных пространств, ну, понятно, что большая вообще часть территории нашей страны это такой не очень дружелюбный климат, и проводить время, там, и деловое, и досуговое, его, конечно, где-то приятнее под крышей. В общественные пространства, роль общественных пространств, сегодня часто торговые центры начинают играть. Вот про это как про тренд. Да, действительно, такой тренд существует. Много работаем с девелоперами, в том числе коммерческой инфраструктуры. Абсолютно правы, что сейчас торговые центры становятся не просто место, куда люди приходят за покупками, но это место тусовки, место проведения досуга с детьми, то есть там кинотеатры, то есть это город в городе, где есть своя зона кафе, зона тех самых паблик спейсов, где могут быть различные выставки, концерты, кинотеатры. То есть это такой город в городе, да, с функцией покупок, но это становится таким ядром в городе, куда люди, особенно учитывая наш климат, приезжают круглогодично. Ну то есть сейчас, проектируя торговый центр, обязательно что, вот закладывается и стало уже таким джентльменским набором? Ну, знаете как, не обязательно, зависит, конечно, от инвестора. Тот, кто просто хочет получить коммерческие площади, делает по старинке, но те, кто действительно в этом разбираются и понимают, что без людей, без покупателей не будет прибыли, они стараются привлечь людей именно таким подходом, что создание мест общения, создание мест досуга, где люди приходят не только с пакетами ходить, да, с покупками, но и тратить свое время, там, кататься на коньках, какие-то рынки есть фермерские, очень много подходов, есть какие-то концерты, приглашают звезд, какие-то мастер-классы с детьми, то есть это такое место, действительно, где люди проводят, ну, все выходные, куда они приходят, и есть много разных функций, которые позволяют людям, ну, не просто ходить, а еще заниматься чем-то саморазвитием и проводить время. А этот тренд будет развиваться? Я думаю, что да, 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 я думаю, что это вот такое смешение функций в сторону, как бы, человека, да, чтобы человеку было чем заняться, помимо каких-то вот вещей, которые его ориентируют открыто, то есть, типа, скрытые функции должны быть обязательно в таких объектах. Спасибо большое. Это был Андрей Иванов, директор по проектированию жилой и коммерческой недвижимости группы компании «Спектрум». Энергоэффективность, экологичность и высота без границ. Такие тренды отмечены здесь, на форуме «100 плюс». Но, говоря о строительстве и домах будущего, и строители, и архитекторы сходятся в одном. Нельзя забывать о нашем прошлом, ведь, сохраняя историческое наследие, мы только повышаем ценность растущего мегаполиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова